Всех благ и пусть будет мир. Госдеп США выступил с заявлением и сказал, что любое нарушение территориальной целостности и суверенитета Армении будет иметь серьезные последствия. В связи с этим я бы хотела на два вопроса, чтобы попросить вас ответить на два моих вопроса. Первое, в связи с чем Госдеп сделал такое заявление, почему понадобилось сделать такое заявление. Второе, какие серьезные последствия, о каких серьезных последствиях можно будет думать, могут иметься в виду. Соединенные Штаты отслеживают ситуацию и обеспокоены теми совершенно недопустимыми, скандальными заявлениями, которые звучат на разных уровнях. Но понятное дело, что Азербайджан это авторитарное жесткое государство, в котором никто без зеленого света со стороны бакинского режима не может что-то говорить. Особенно на тему серьезной и острую, как армяно-азербайджанские отношения. Это совершенно очевидно, что эти заявления, а также в ответ на эти заявления прозвучавшие оценка центра Лемкина о красной опасности нападения Азербайджана, новой военной агрессии со стороны Азербайджана против Армении. Это побудило Госдепартамент выступить с таким заявлением. Я скажу, что заявление, если к этому заявлению серьезно не отнесется Баку, серьезно не отнесется Москва, которая сегодня выстраивает свою, начиная с 2022 года, систему стратегического партнерства с Азербайджаном. Если не прислушаются к этому заявлению, то последствия будут самыми далеко идущими. Самыми далеко идущими. Если вы хотите, я могу вам обрисовать. Да, у меня второй вопрос именно об этом был. Какие серьезные последствия могут иметься в виду? Это очень серьезно, потому что армянский народ подвергся спустя 100 лет после большого геноцида Медьягерн, как его называют сами армяне, великий геноцид. Спустя 100 лет после этого армянский народ подвергся новому геноциду. То, что произошло в Нагорном Карабахе, то, что произошло там, по чтению российских миротворцев, это не что иное, как геноцид. Геноцид, который напоминает то, что произошло 100 лет назад. То есть, армян тогда тоже разоружили. Армяне были добропорядочными тогда, да, добропорядочными гражданами Османской империи и в качестве таковых служили в армии. Был издан приказ разоружить всех армян, которые служили в турецкой армии. Армяне защищали Османскую империю на протяжении 500 лет. Верой и правдой служили Османской империи. Это были османцы, они большой вклад внесли в культуру, в градостроительство в Турции, во все области, и в политику, и в военное дело. Почему там оказались армяне столько лет? Столько лет, ну, понятное дело, после падения Византии, взятия Константинополя. С тех пор Турция утвердилась с 1453 года, утвердилась здесь. Она пришла, турки пришли из, значит, из Алтая, Средней Азии. Это были племена, которые кочевали сюда. И вот с тех пор армяне служили этому государству, Османской империи. Их разоружили. Разоружили вероломным образом. И потом, под предлогом депортации, депортации из приграничных с Россией регионов, областей, в пути их истребили поголовно. Женщики, стариков, детей, всех. Абсолютно всех. Полтора с лишним миллиона. То же самое произошло здесь. Вероломно. Вероломно. Побуждали армян к тому, что вот рассказывают эти несчастные, которые бежали сюда. И в таком страхе бежали, в таком ужасе бежали, что теперь просят, чтобы их разместили подальше от границы с Азербайджаном. То есть в каком состоянии эти люди? Единственная разница, что их провожали, как они любят, азербайджанцы любят это отмечать, с конфетами провожали. После того, как 9 месяцев держали в блокаде, детям раздавали конфет. Голодомор. Нет, устроили голодомор. Мы знаем, что такое голодомор. Да, по сталинским временам. По сталинским временам мы знаем, что такое голодомор. И вот устроили там голодомор 9-месячный. Потом, что происходило? Вот эти несчастные люди рассказывают. Мне рассказывали. Значит, приходили эти самые миротворцы. Говорили, вам надо отойти, потому что это место мы должны занять. Вот это место. Вам надо отойти, чтобы мы это место заняли и вас защищали. Обеспечивали вашу безопасность. Вот надо здесь создать такую зону безопасности. Вот это место надо занять нам. Здесь расположиться с тем, чтобы вашу безопасность обеспечить. Люди уходили, отступали. А эти, значит, миротворцы уходили, уступали место азербайджанским регулярным войскам. Азербайджанской армии. Понимаете, что происходило? И вот так вот кольцо снималось. Это очень напоминало также то, что произошло в 91-м году. Операция кольцо. Когда таким образом очистили от армян Геташень, Шаумьяновский район. В том числе и родное село маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна. И маршала Советского Союза Бабаджаняна. Это известное село Чардахлу, которое дало одно село нескольких маршалов Советского Союза. Вот это село так вот именно таким образом в 91-м году. Сейчас то же самое произошло сейчас, но с той разницей, что здесь речь шла о всем Нагорном Карабахе, а не об одном Шаумьяновском районе. То есть вот Шаумьяновский район во время, после 44-дневной войны, Кадрудский район, Шуши, Шушинский район. И вот сейчас весь Карабах. Это последовательные шаги, это цепь шагов, это продолжающийся в течение нескольких лет геноцид. И надо вещи называть своими именами. Это геноцид. И это геноцид, который был осуществлен, который был осуществлен, к сожалению, моему великому сожалению, потому что, вы знаете, меня трудно заподозрить в негативном, негативистском отношении к России. Я люблю Россию, я одинаково хорошо пишу, одинаково свободно пишу самые лучшие тексты, без ложной скромности вам скажу. И на русском, и на армянском, и на армянском, и на русском. Я вот сам олицетворяю вот эту концепцию национально-русского двуязычия. Я прекрасно знаю русскую культуру, я ее люблю. Я очень переживал по поводу распада Советского Союза. Это известно. Это отражено в моих публикациях в 90-е годы. Очень беспокоился по этому поводу. Считаю это прелюдией к серьезным потрясениям. Я даже задумал написать книгу, собрать все, что я тогда писал, в одну книгу, и назвать ее «Под обломками Третьего Рима». «Армения в перестроечный и постперестроечный период». Вот под заголовком таким. «Армения под обломками Третьего Рима». Поэтому я восстанавливал праздник Победы в календаре вместе с Ашотом Вагаршаковичем, героем Советского Союза. И мы добились этого результата. Восстановили праздник Победы. С 1991 года не отмечался и был исключен из реестра официальных праздников Республики Армения. И понадобилось 4 года борьбы, чтобы мы восстановили этот праздник в реестре официальных праздников Республики Армения. Я это говорю к тому, чтобы вдруг какая-то там, значит, медийная шпана не присвоила себе право обвинить меня в том, что, значит, я питаю негативистское отношение к России. И поэтому говорю о том, как похабно, как подло себя повели миротворцы. Естественно, они имели такой приказ. Ну, да, вы говорите «миротворцы», но это же не они. Это в кавычках. Это не они, естественно, это не люди. Они имели такой приказ во всем потакать агрессивным устремлением к Богу. То есть очистить регион от армян. Что и сделано было. Ну, приказ опоследованный. Понимаете, приказ ополняли приказ Баку. Я сейчас скажу. Потакать, потакать, значит, всем устремлением, всем желанием бакийского режима. Значит, идти навстречу всем их требованиям. Я очень прошу. Это почему я говорю? Это я подключу. Не, не, минутку. Почему я это говорю? Мой вопрос, это Кремль, от Кремля, из Кремля исходят приказы или из Баку исходят приказы непосредственно миротворцам? Только вот эту часть. Миротворцам, естественно, конечно, миротворцы, естественно, исполняли приказы из Кремля. Понятно. Им было сказано, ни в коем случае не противиться тем устремлениям, которыми всячески поддерживать устремления и пожелания Баку. Естественно, что Москва не хотела бы, чтобы всех оттуда, так сказать, убрали. Но по ходу дела именно такие были выставлены требования со стороны Баку. По ходу дела так и ориентировались. То есть, когда погибли офицеры доблестные, я с глубокой скорбью об этом говорю, они просто стали свидетелями, российские офицеры, свидетелями того, как убивали армян. А их было убито 200 с лишним человек. В течение одного дня. Понимаете? Даже во время 44-дневной войны в течение одного дня такого количества жертв не было. Это факт. В течение одного дня, когда говорят, вот, всего 200 человек. Ну, вроде как, 200 человек, это не 4 с половиной тысячи, это не тысячи, это 200. Хотя, во время депортации тоже были убиты 64 человека. То есть, около 300 человек. Но 200 с лишним человек в течение одного дня. Это что такое? Это геноцид. Это геноцид. Это геноцид. То есть, если бы карабахцы сопротивлялись дальше их, их каждый день убивали бы в таком количестве. Понимаете? И через, скажем так, 44 дня их бы вообще не стало, если бы процесс длился 44 дня. То есть, что это такое? Это геноцид. И всякий, тот, кто это назовет иначе, тот просто совершает преступление против правды. И, по сути дела, стремится прикрыть военное преступление, преступление против человечности, геноцид. А в соответствии с конвенцией о геноциде и наказании за него 48-го года ООН, вот такое вот поведение, по сути дела, попытки прикрыть, попытки замолчать, а тем самым, по сути дела, содействовать геноциду, это преступление. Это преступление. Там в конвенции это оценивается как преступление. В тексте конвенции. Поэтому здесь совершенно очевидно, что это был геноцид. Теперь, то, что Госдеп выступил с таким жестким заявлением, это показательно. И в Москве должны задуматься над этим. Потому что, если в случае новой агрессии, вот я делаю ответственное заявление, в случае новой агрессии со стороны Баку против Армении, эта агрессия может спровоцировать Соединенные Штаты на то, чтобы они взяли мандат на временное управление Арменией. Лет на 10-20. Взяли мандат. И весь армянский народ, это я говорю ответственно, здесь, в Армении, по всему миру выйдет с этим требованием. С просьбой такой. Потому что это трендеющий народ подвергается геноциду. И все страны, которые признали и осудили геноцид 15-22 годов, великий геноцид, они взяли на себя обязательство исключить повторение такой трагедии. А сегодня мы стоим просто на грани повторения этой трагедии. И то, что армянское руководство так сковано в своих оценках, это потому что они живут в страхе, в страхе и трепете. Да, Вильям Шекспир говорил, что страх это самое низменное чувство из всех низких чувств, присущих человеку. Это низменное чувство. Но, увы, наше руководство армянское поражено этим низменным чувством. И причина это та экзекуция, которой подвергся армянский народ и то, как к этому отнеслись наши так называемые союзники. До сих пор, до сих пор не осуждена агрессия, Москву не осуждена, ОДКБ не осуждена против Карабаха, против Армении. До сих пор стоят там, на нашей территории, азербайджанские войска. И не случайно они там стоят. Они стоят для того, чтобы держать Армению в страхе и в трепете. Держать этот народ в страхе и трепете. А в Армении говорят, есть такая поговорка. Эльку ваха, ми маха. Понимаете? Два страха, два страха, это одна смерть. Два страха, это... А у нас уже не два страха. Вот на протяжении этих лет. Понимаете? Это ведь чудовищная история. Чудовищная. Когда люди, которых выгнали во время 44-дневной войны, они вынуждены бежать, были бежать из Гадрута, из Шуши и так далее. Эти люди бежали сюда. Их убедили в том, что там расквартировались миротворцы российские, что им ничто не угрожает. И они поверили. Они поверили даже не руководству Армении, которому никогда нынешнему руководству в Арцахе не верили. На протяжении с первых дней, значит, с первых дней прихода к власти вот после событий 18-го года нынешних, нынешней команды. Им никогда особенно не верили там. Они поверили Москве. Они поверили, что там расположились российские миротворцы и вернулись туда. Вернулись туда в надежде на то, что они будут обеспечивать их безопасность. Сегодня, когда Путин говорит о том, что они не имели мандата. Мандата не имели. Мандата, поэтому международного мандата не имели. Им нужен был мандат для того, чтобы защищать. И поэтому они были в роли наблюдателей. Понимаете? Представляете? Этим людям вы сказали, что они будут в роли наблюдателей? Этим людям, которые вернулись туда после 44-дневной войны, этим несчастным людям, вы сказали, что эти миротворцы будут наблюдать? Нет! Вы им сказали, что они будут защищать их безопасность. Вы их обманули! Вот в чем дело. А теперь давайте посмотрим. Если у них без мандата невозможно было, не имея мандата международного, так они могли запросить этот мандат. Они могли поставить условиям своего продолжения, своего пребывания там получения международного мандата. То есть обратиться в ООН и сказать, вот мы здесь осуществляем эту миротворческую миссию, без мандата мы не в состоянии этого делать. Поэтому либо вы вводите сюда международные силы, даете им мандат, либо вы предоставляете мандат нам. Это было бы честное по отношению к армянскому народу решение. По отношению к этим несчастным людям честное решение. Сказать, что мы не имеем мандата не в состоянии обеспечить безопасность этих людей. Это же международная проблема. Она, эта проблема стояла в повестке мировой политики в течение многих десятков лет, если не сказать полтора столетия. Армянский вопрос стоял. И что, мы теперь будем ждать пока то же самое произойдет, что сто лет назад и начисто. а то, что в Баку говорят о том, что вся территория Армении принадлежит им. Эти заявления делаются, это авторитарное государство. Это известно. Режим Алиева это самый авторитарный режим. Об этом говорят все инакомыслящие, азербайджанские инакомыслящие. Об этом говорят, что это авторитарный режим. Там эти заявления просто так не делаются. Если там какой-то аналитик, там какой-то журналист заявляет, или кто-то, да, руководитель общественной организации, да, заявляет о том, что весь западный, вся Армения это западный Азербайджан, включая Ереван и так далее. Это что значит? Это значит, что эти люди, эти люди уже сегодня зондируют почву, подготавливают общественное мнение, так сказать, зарубежных стран к тому, что они будут осуществлять геноцид. Новый геноцид армянского народа, древнейшего народа. И в этих условиях, что означает вот это заявление Госдепа? Это заявка на то, чтобы взять на себя ответственность за судьбы Армении. В случае, если они пойдут этим путем. Это заявка на это, на то, чтобы взять на себя ответственность за судьбу Армении. И я предупреждаю, что новая агрессия Баку, новая агрессия, если даже они хоть на один метр, на два метра пойдут вперед, новая агрессия Баку спровоцирует Соединенные Штаты на взятие мандата. А то, что сегодня, если этот вопрос будет поставлен Миллионы армян выйдут на улицы в поддержку. Это однозначно. Несомненно. Потому что, знаете что, безопасность важнее цены на газ. Безопасность важнее всего. Армянский народ должен жить. Армянский народ имеет право жить. Своя история он доказал, что он имеет право на жизнь. Это право сегодня готовы растоптать с молчаливого согласия Кремля. Это право готовы растоптать. Баку это право готовы растоптать. А что касается Пашиняна, то он живет в страхе и трепете. Потому что он знает, что они готовы это право растоптать. И этот страх и трепет приводит к тому, что он соглашается со всем, что Азербайджан требует. Вот этот формат 3 плюс 3, где нет Грузии, почему 3 плюс 3, если Грузия отказалась в нем участвовать. Это что за формат? Это формат, который нацелен на то, чтобы лишить Армению возможности поддержки со стороны Запада. А интересы Армении сегодня не просто интересы, а просто, я бы даже так сказал, необходимость выживания, жизненно необходимость выживания армянского народа требует того, чтобы армянский народ опирался на всех тех, кто готовы ему помочь. Независимо от того, это нравится Москве или не нравится Москве. Понимаете? Мы в таком положении сегодня. И эти мелкие вот эти уколы, да, то, что взяли там, лишили армян, проживающих в России возможности использовать свои права, водительские права в России. Это мелкие такие, да, понимаете, народ сегодня стоит перед проблемой быть или не быть, а тут, видите ли, лишают там водительских прав там или там что-то подобное. Понимаете? И если думают, что завтра начнут пугать повышением цен, это может запугать нынешних руководителей Армении, но не народ. Народ завтра, народ прекрасно понимает, у него инстинкт самосохранения. Хотя я уже вижу, что и их это не пугает. Они сегодня понимают, что все, кто сегодня, все, абсолютно все, кто готов сегодня поддержать Армению, это наши братья. Это наши братья, это люди, которых, и мы никогда не забудем, потому что не было в истории Армении столь после великого геноцида, не было в истории Армении вот за эти годы, за эти более трудной ситуации, более сложной ситуации. Армянский народ вынужден был в разные периоды истории становился перед проблемами своей безопасности. В Ливане это было, в Сирии недавно было, но чтобы так сегодня на своей исторической родине, впервые после великого геноцида армянский народ стал перед этой проблемой, проблемой выживания, проблемой быть или не быть. Быть или не быть. То есть вообще, это что за разговор? 100 метров туда, 100 метров сюда по отношению к народу, который потерял 9 десятых своей исторической родины, в том числе и на Хачеван. Это не просто метры, это стратегические высоты. Значит, тем более, тем более, тем более. Да, тем более. А никто иной, как царствие ему небесное Владимир Вольф Джириновский говорил, о том, что Нахачеван это исконно армянская территория, Карабах это исконно армянская территория, это известно. И то, что Россия, о чем писал Пушкин, путешествие в Эрзерум, это были части исторической России, армянский народ это самый обделенный народ из всех народов бывшего СССР, самый обделенный, самый обделенный большевистской властью народ. И вы понимаете, но это большевистская власть, советская власть, да, оказалась все-таки честнее, чем нынешние правители России. Чем честнее? Тем, что Карабах в вопросе Карабаха написала... Потому что создала комиссию Вольского во главе с Вольским, комитет особого управления в 90-е годы, в 91-м комитет Вольского, потом уже осознав, что она не в силах урегулировать Карабахскую проблему. Не в силах. Москва осознала тогда, что она не в силах урегулировать. И она поступила честнее, чем сейчас поступила. Вот когда она осознала, что она не в силах, она пошла на то, чтобы согласиться с созданием минской группы ОБСЕ международного формата. Вот и в этот раз, если она понимала, что она не в силах осуществить миротворческую миссию и обеспечить безопасность, она должна была сама пойти на создание с ее участием формата международных миротворческих сил. С ее участием. она должна была пойти на эти шаги, а не ждать и не обманывать этих людей. Она должна была пойти на тот шаг. Ведь понимаете, тогда почему Москва пошла на то, чтобы допустить международное посредничество в виде минской группы ОБСЕ, а потом органы сопредседателей минской группы ОБСЕ. Потому что поняла, что это действительно очень сложный трудный конфликт и что ей одно не по силам ее этот конфликт урегулировать. Поэтому в отличие от Абхазской проблемы Абхазии и Южной Осетии, Господин Иванович, здесь много вопросов. Я не хочу останавливаться на этих вопросах. Это если искренне Россия в составе минской группы ОБСЕ была заинтересована в решении или в исправлении своей же ошибки, в результате которой произошло все, что происходило. Нет, но тогда она пошла на то, чтобы согласиться с созданием минской группы ОБСЕ она не претендовала тогда на то, чтобы получить мандат на урегулирование Карабахской проблемы от ООН. Как она получила мандат на урегулирование Южно-Осетинской, Абхазской, Приднестровской проблемы, там она получила мандат. И здесь тоже, если бы она обратилась в ООН, тогда Россия, если бы обратилась в ООН, она бы получила мандат. Но она понимала, что международное посредничество необходимо, потому что этот конфликт особенно обременен историческими очень сложными перипетиями. Поэтому она считала, что этот конфликт должен быть урегулирован на основе международного посредника. Тогда получается так, сейчас, когда, по сути дела, при ее, значит, скажем так, эксклюзивном миротворчестве произошел геноцид армянского народа в Арцахе. Теперь, сегодня, какое она имеет право противиться международным усилиям, возражать против того, чтобы здесь были наблюдатели из Европейского Союза. Ну, согласитесь. Или, минутку, это очень важно, потому что свои геополитические интересы, ребята, не надо противопоставлять праву народа Армении на существование, на жизнь. То есть, мы не готовы принести себя в жертву ради ваших геополитических интересов. Не готовы и не будем и не пойдем на это, чтобы принести в жертву свой народ ради геополитических интересов, чьих бы ни было, чьих бы ни было, если вы согласны защищать свои геополитические интересы в рамках и с учетом в рамках и с учетом права на жизнь армянского народа мы за. И это, кстати, доказали карабахцы. Они же чем занимались в течение этих лет, которые прошли после 44-х дневной войны, после того, как их выгнали, депортировали из Гатрудского района, из Шуши, чем они занимались? Они прославляли Путина и Россию. Ведь не так? Ведь так же. Правда ведь? Они прославляли там, выставляли российские флаги, говорили о том, что они верят миротворцам, верят в то, что... Теперь возникает вопрос, а куда делись хорошо вам знакомые этот самый Зори Балаян и этот Хайк Кутанджан, генерал-лейтенант. Помните, в 13-м году они открытое письмо Путину написали в связи с... опубликовали открытое письмо Путину в связи с двухсотлетием Гюлистанского договора, в соответствии с которым Персия на вечные времена уступила России Карабах. И Карабах первым вошел в состав Российской империи до того, как туда вошла Армения. Значит, они говорили тогда в своем открытом письме, что вот это Карабах принадлежит России, что они обращаются к России с тем, чтобы Карабах вошел в состав России. Понимаете, это все говорилось в 13-м году. Сегодня они молчат, добрали воды в рот. Нет, где Кутанджан, Айк, генерал-лейтенант, директор института, который писал, будучи военным человеком, он не мог не согласовать свое это обращение совместное Зори Балаяном с Верховным Главнокомандующим, с Сергем Сарксианом. Правда ли? Вопрос такой, можно ли считать... А где они? Вот вы пригласите сюда их и спросите. Я приглашаю. Обязательно. Пригласите и спросите. Можно ли считать... Почему они забыли свое вот это эпохальное письмо? Можно ли считать вот эта форма, размытая форма легитимности, о которой вы сказали, мандата не было у России, международного мандата. Они прекрасно знали, что нет мандата, и с этим мандатом в эту ночь, когда было подписано это заявление, они прекрасно знали, какая форма легитимности в их присутствии будет. Итак, можно ли считать, что вот такая размытая формулировка, размытая форма легитимности была на руку именно России, чтобы вот в нужный момент, речь идет уже о сентябре, вот который, что произошло в сентябре, 19 сентября, они сказали, у нас не было мандата, мы были здесь только наблюдателями. В таком случае, если не было мандата, почему все эти пункты были, заставлялись выполнять со стороны Армении, начиная с выхода из Кельбаджарского района, с Агдамского района, и так далее, и так далее, и так далее, да, если не было мандата, если все это было, я очень извиняюсь, фикция. Существовала совершенно понятная картина, прозрачная картина, то есть, Москва не была готова противодействовать максималистским устремлениям Азербайджана. Мы на этом закончим нашу передачу, единственный вопрос, вернемся к тому, с чего мы начали, с этой красной угрозы, и с этого заявления Госдепа США, любое нарушение суверенитета территориальной целостности Армении будет иметь серьезные последствия. Как вы считаете, насколько опасна ситуация сегодня, если уже прибегают к прямым таким заявлениям? Ситуация весьма тревожная. Она действительно, она, такая опасность есть. Я уже сказал. Вы считаете, что здесь и Азербайджан, и Россия? Я предостерег. Я сказал, как могут развиваться события. Потому что нельзя вот так вот откровенно подходить с позиций двойных стандартов. Понимаете, есть такая русская поговорка «Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякие полюбят». Вот в Москве желают и уверены в том, что армяне готовы их любить черненькими, а беленькими и пушистыми их будет любить Азербайджан. Вот это позиция ошибочная. Все-таки армяне хотят жить. Понимаете? Армяне хотят жить. Они значит, шесть тысяч лет, а в последние две тысячи лет им приходилось сталкиваться с очень серьезными тяжелыми вызовами. Но они были, есть. Я однажды уже вам говорил, что армяне это неистребимый народ. Просто нам нужно сегодня креативное руководство, креативное руководство в Армении, которое будет смелым, но не авантюристичным, который сумеет подавить себе страх и страхи, потому что, я опять повторю, в Вильяме Шекспира нет чувства более контрпродуктивного, более, скажем так, разрушительного для личности, чем страх. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо и вам. Напомню, что мы беседовали с доктором политических наук, президентом Ассоциации политологов Армении, Амаяком Улан-Эсианом. Беседа Вилагаяна и Ракеляна. Всех благ.